Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Егор Белоусов. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В центре Дуслык прошла Олимпиада по геологии. В библиотеке открылась выставка, посвященная Году родных языков и народного единства. Итоги мероприятия к 115-летию Мусы Джалиля. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков провел онлайн-совещание с ректорами российских вузов по вопросу организации образовательного процесса в новом учебном году. Обсуждался вопрос реализации проекта «Научно-методическое обеспечение развития качества высшего образования в постпандемийный период». В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Казанский университет посетила делегации Липецкой области. Гости познакомились с историей и развитием вуза. Во встрече принимали участие заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин, начальник управления информатизацией администрации Липецкой области Станислав Корниенко и другие. После презентации делегация Липецкой области посетила Центр цифровых трансформаций и ознакомилась с продуктами, которые разрабатываются сотрудниками данного центра. В детском образовательно-оздоровительном центре «Дуслык» прошел заключительный этап Республиканской Олимпиады школьников по геологии. Все подробности далее. Сегодня геологию как отдельную науку в школах не изучают лишь фрагментарно в курсе географии. Поэтому подобные олимпиады помогают школьникам сделать осмысленный профессиональный выбор. Организаторами выступает Министерство образования и науки Республики Татарстан и Казанский университет. Сотрудники Казанского федерального университета являются членами методической комиссии Олимпиады, членами жюри Олимпиады, подготавливают задания и, соответственно, непосредственно работают со школьниками во время Олимпиады. Со школьниками на Олимпиаде работают и сами студенты Казанского университета. Организуют для них интерактивные площадки и разнообразные викторины. Находим аномальный объект в коробке с песком с помощью геофизического метода электроразведки. Студенты помогают ученикам определить сопротивление и там, где у нас аномальные значения, они могут найти этот объект и определить, где он находится, построив карту. Мы будем проводить геоквиз, где школьникам будут представлены вопросы про геологию и им надо будет на них ответить. Например, вопрос про описание какой-либо реки. Среди участников есть учащиеся IT-лицея и школы юного геолога Казанского университета. На палеонтологии нужно было просто определить фасилию, ископаемое животное, окаменевшее, его характеристики, когда оно жило, чем жило. У тебя, грубо говоря, есть 12 камней, ты не знаешь, что это, тебе нужно определить, написать название, состав. Стоит отметить, что олимпиад по геологии в Татарстане всего три. Помимо республиканской, это еще и полевая олимпиада юных геологов, а также межрегиональная геологическая олимпиада Казанского университета. Для многих ребят, которые прошли через геологические олимпиады, это мероприятие стало путевкой в жизнь. Они поступили в Институт геологии и институт газовых технологий Казанского университета и сейчас являются уже наставниками для школьников. А некоторые уже успешно строят свою профессиональную карьеру. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюс. В дискуссионном клубе Казанского университета обсудили тему воспитания школьников. Гостями клуба стали Роза Валеева, доктор педагогических наук, профессор Института психологии и образования, Ирина Волынец, основатель организации Национальный родительский комитет, Илья Андреев, второкурсник Высшей школы журналистики Казанского университета. В студии с ведущим Юрием Алаевым обсудили вопросы о способах воспитания подрастающего поколения. Полную версию дискуссионного клуба вы можете увидеть на нашем телеканале, а также на официальном YouTube-канале «Универтовая». В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета открылась выставка Республики Татарстан «Единство народа. Многообразие языков и культур», посвященная Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Выставка открылась накануне Международного дня родных языков, который отмечается 21 февраля. Здесь представлены литературы и плакаты, в которых отражена дружба народов на территории нашей Республики. Впервые на выставке представлены плакаты на удмуртском, марийском, чувашском, башкирском языках. Мы специально начинаем рассказ с плакатов, которые создавались в первые годы создания нашей Республики. Потому что в Казани, где очень давняя типографская традиция издательская, здесь стали выпускать плакаты. До 1926 года татары использовали арабскую письменность, после чего Яналив, новый алфавит, на основе латиницы заменил привычную письменность, но с добавлением новых звуков. Такой прекрасный плакат, где представлен весь алфавит латинский с указанием дополнительных букв, которые приближены к близким по звучанию. Латинская графика использовалась не только для татарского, но и для башкирского, чувашского и марийского языка. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Невер Ньюс. В инжиниринговом центре Набережно-Челнинского института Казанского университета прошла экскурсия для учеников 8 и 9 класса в школу номер 36. Совместно с преподавателями школьники посетили лабораторий КУКА, спектроскопия оптического излучения и лабораторию электроэнергетики и электротехники. Празднования 115-летия Мусы Джалиля продолжаются. На этот раз его память пошли в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Никакого торта со свечками, только стихи и полное погружение в жизнь великого поэта. Кто такой Мусы Джалиль? Мусы Джалиль – это великий татарский поэт. Мусы Джалиль писал стихотворения на татарском языке. Улица есть такая. У Кремля стоит его память. Кого не спроси, каждый хоть что-нибудь да расскажет о Мусе Джалиле. Поэт-герой, известный не только на своей родине, но и далеко за ее пределами. На сегодняшний день ему построили в общей сложности около 14 памятников. В честь татарского поэта названы планеты, театр, улицы, школы, премии и даже посвятили турнир по борьбе Кореш в Мензелинске. В этом году исполняется 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля. И эту памятную дату празднуют буквально везде. В институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ тоже не обошли стороной юбилей своего выпускника. Традиционно здесь провели Джалиловские чтения. Перед студентами выступил с лекцией советский и российский историк Искандер Гелязов, который посвятил исследованиям военным годам в биографии Мусы Джалиля и легиону Идаль-Урал. Это сегодня никто не сомневается в подвиге Мусы Джалиля. До 50-х годов прошлого века поэты считали изменником. Как и всех советских солдат, попавших в плен к фашистам. И, возможно, остался им навсегда, если бы Нигмат Терегулов не принес из Моабитской тюрьмы тетрадь со стихами Джалиля. Наш татарский мусы Джалиль – это как есенин для русского народа. Через его произведение весь мир узнал о татарском народе, о его душевном состоянии, о его героизме во время Великой войны. Как будут относиться к татарскому поэту еще через 10 лет – вопрос риторический. Впрочем, ответ можно найти в его стихах. Песни в душе я взрастил вашей всходой, ныне в отчизне цветите в тепле, сколько дано вам огня и свободы, столько дано мне прожить на земле. Анастасия Васютина, Виолетта Басова, Универ Ньюз. На этом все. В студии был Егор Белоусов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова